И дома же разговоры идут, и дети слышат это. В какую церковь они будут потом ходить? Потом же вы будете пожинать. Никогда не позвольте себе так говорить. И проблема не в церквях, проблема в нас, друзья. И мы сегодня об этом поговорим более подробно. Я буду продолжать мастер-класс о Данииле, учиться с его жизнью. Мы разбираем его жизнь и все, что ее окружало, не только его, но и его друзей, и царя Новуходоносора. И на их примере мы пытаемся что-то почерпнуть в свою жизнь. Я надеюсь, очень надеюсь, что кому-то полезны эти уроки. Потому что я хочу видеть результат своего труда. А результат это измененные жизни. Если чья-то жизнь меняется из-за того, что ты вникаешь в эти уроки, то, что ты разбираешь те пункты, которые я даю, она будет меняться. Потому что Бог не посылает свое слово для того, чтобы оно тщетным приходило в нашу жизнь. Оно способно изменять нашу жизнь и не возвращаться к нему обратно тщетно. Бог через слово меняет что-то внутри нас. И я верю, когда проповедующий проповедует, слово Божье высвобождается. И те, кто способны принять слово Божье в свою жизнь, они тем самым принимают благословение в свою жизнь. Они тем самым благословляются. А кто желает интереса, просто чтобы очередной спикер что-то интересное рассказал, этот интерес как быстро получается, так быстро и улетучивается. Просто ты попереживал, вышел в кафе, поговорил, сказал вообще классно, здорово. А вот эта вот нить, а вот это вот откровение, оно такое суперское. А вот эту историю он рассказал классно, отлично, замечательно. На второй день ты ничего не помнишь. И вот такие люди, в их жизни ничего не меняется. Они не способны принимать Божье слово в свою жизнь, потому что их сердца закрыты, друзья. Они просто желают удовлетворений, стяжать удовлетворение, а не Духа Святого. Им нужна классная подача. Знаете, такая хорошая, красивая подача, когда они приняли и сказали, вау, супер, отлично. Но человек жаждущий, послушайте, вот как можно охарактеризовать жажду? Вот если вы жаждущий, вы будете идти в пустыне, вы жаждете, и вдруг вы видите лужу. И с краюшку она так замутнена. И вы говорите, нет, 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 это не для меня, это лужа. Я еще 40 дней пути пройду, я найду чистый родник и источник. Я думаю, что вы упадете на 4 кости и будете лагать из этой лужи. Почему? Вы жаждете. То же самое с Словом Божьим. Если человек жаждет, он будет воспринимать любое Слово Божье, перерабатывать его и из ничтожного извлекать значимое. А если он не жаждет, он бы сидит и скажет, да что вы мне здесь говорите? И будет думать там о своих делах, в небесах летать, представлять себе, что он в Америке на проповеди Ути Диджейкса. Вот бы если туда. Но знаете в чем интерес? Что у Тидиджейкса тоже есть люди, которые его не воспринимают. Не воспринимают. Представляете? И проблема не в них, не в проповедующих. Иногда бывает. Я вам благодарен за то, что вы добрые слушатели, которые даете возможность мне учиться, возрастать. Вы благодарные слушатели. Спасибо вам за это. Даже когда вы критикуете, это тоже очень здорово, это дает мне возможность возрастать. Спасибо, что вы терпите. Спасибо, что вы даете возможность возрастать. Спасибо, что вы терпите, когда я коверкаю слова, потому что я не всегда был проповедником, я вырос в регионе, где есть свой диалект, и я этот диалект принес на сцену, и у меня иногда ездуют, они ездят, велосипеды у меня бывают, перспективы, милиционеры и тому подобное. Это вот прошлый отпечаток, и я стараюсь, ну больше не я, а жена она старается, а мне деваться некуда, я тоже под ее давлением стараюсь. Но слава Богу за вас, что вы даете эту возможность, и если вы ей дадите еще больше возможностей, я уверяю вас, вы получите тюнингованного пастора. Пусть не ТиДи Джейкс, но тоже будет неплохо. Я стараюсь, друзья. Давайте Богу воздадим хвалу. Не мне Богу, слава Богу. И знаете, есть очень сильное препятствие, которое мешает нам принимать Слово Божье в свою жизнь, а значит благословение. Это препятствие называется гордость. Посмотрите, что говорит Иаков. В своем послании в первой главе, в двадцать первом стихе, он пишет следующее. Он подводит чему-то итог, своим словам подводит итог и говорит, отложив посему, отложив всякую нечистоту, и остаток злобы в кротости, скажи в кротости. Примите насаждаемое, друзья, не просто так вот, а насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души. И Иаков говорит, что для того, чтобы Слово спасло наши души, не дух души, потому что в душе у нас есть разные эмоции, которые не спасенные, которые мы высказываем, и их надо чувством навыка приучить. И для того, чтобы их приучить, для того, чтобы спасти нашу душу и приучить ее к Божьему Слову, он говорит, вы должны отложить всякую нечистоту. Вы должны с кротостью присутствовать на собрании. Ваше сердце должно иметь особенное состояние, которое будет способно принимать Слово Божье. Я помню, я рассказывал эту историю, хочу еще раз рассказать, как однажды я поехал на конференцию с моим другом, были очень сильные спикеры, очень сильные. Ну, первый спикер вышел, он звезда просто мировой арены в христианстве, и вышел и стал рассказывать, сколько денег проходило через его руки, и что он построил. И вдруг, на мгновение, я допустил в своем сердце такую мысль, он хвалится. Вот сейчас он хвалится. Он потому что всю проповедь рассказывал, тут миллион ему пожертвовали, тут два миллиона долларов, это американец был, тут пожертвовали, это он построил, это он построил. И в конце сказал, Бог позволил это сделать. А пока он это говорил, мне показалось, что он хвалится. И знаете, я так вот скептически отнесся к этому, потом мы пришли домой, со мной был мой помощник, мы с ним обсудили эту проповедь, он тоже такого же мнения был или стал после моего разговора, не знаю. Мы можем убеждать друг друга. Но мы там такую дискуссию развели, все, уже проповедники, не проповедники, уже время не то, да это не эдак, это не так, христианство не такое. Ну как обычно, это только у меня так бывает, вы-то нет, у вас все правильно. Ну и короче, на следующий день мы приходим на конференцию, там другие спикеры, тоже звезды, тоже имена звездные. Ноль. Эти вообще непонятно, тоже, как они проповедуют. Два дня по нулям конференции. Никаких откровений, Бог молчит. Ну мы уже до Бога добрались, что Бог не тот уже, наверное, не говорит. И вдруг меня как током пронзает. Я гордостью закрыл свое сердце и не позволяю Слову Божьему проникать в Нему, и не позволяю, чтобы Бог что-то говорил ко мне. Я покаялся из задних рядов Измайловского, это 10 тысяч человек, 5 тысяч человек. Я перешел на передние, я уже был пастором. А знаете, как началось? Сначала на вторых, потом они ничего не говорят, потом там где-то в серединку, а уже второй день, в конце второго дня я понимаю, что я сижу на последних рядах. Ну так вот как-то смотрю там на этих спикеров, а у нас свои разговоры здесь. Я покаялся, я пришел на передние ряды и стал сидеть и внимать каждому слову. И повторение было тех же спикеров, некоторые новые были, а некоторые те. Друзья, какие откровения я выхватывал. Какие откровения! Бог наполнил. И я сожалел, что два дня прошли мимо меня, потому что на мгновение я осудил спикера в гордости, в тщеславии своем. А потом, когда я это осознал, и я сказал тебе, Олег, миллион рублей никто не дал, а ему миллионы долларов давали. Да-да, поаплодируйте Богу. Иногда так бывает. И сердце захлопывается. И поэтому Яков говорит, когда мы сидим на собрании, не на собрании, он говорит, вообще, вы можете принимать Слово Божье только когда вы в смирении находитесь. Когда вы отложили, когда вы не смотрите предвзято на того, кто проповедует сегодня. Я всегда привожу такой пример. Например, мы иногда смотрим на человека, который проповедует, у нас же вся судьба перед нашими глазами. Мы же все знаем практически о нем. Ну, по крайней мере, в церкви. И мы начинаем выстраивать, да, сегодня что-то так, не так, вот эдак. Ну, я говорю, когда ты едешь на машине по дороге, и стоит полицейский с жезлом. Вася, твой сосед, Вася, ты видишь, как он жену гоняет, ты видишь, как он иногда выпивает, ты видишь, что он матерится, ты видишь, что он детей воспитывает неправильно. Но сегодня он стоит на дороге, и у него в руках полосатая палка. И вдруг он твою машину решил остановить. И ты говоришь, нет, Вася, до свидания, давай пока, до свидания. И поехал дальше, за тобой сразу кортедж выйдет, который тебе объяснят, кто такой Вася, вот здесь, когда он на дороге стоит. Там, может быть, когда он сосед, и делает неправильно, там да, но когда он надел форму, за ним уже государство стоит, друзья. И не Вася тебе будет объяснять, почему ты не остановился, а все государство тебя будет смирять и объяснять, что надо делать. То же самое и в Боге. Когда человек выходит сюда, мы можем знать его всю жизнь, но за ним Господь стоит. Когда человек становится в лидерскую позицию, может быть, тебе что-то и не нравится в его поведении, но за ним Господь стоит. И когда ты начинаешь против этого человека выступать, ты самим Господом начинаешь соревноваться. Конечно, помимо греха, естественно, везде есть исключения. И здесь тоже, когда человек тебя заставляет откровенно грешить, когда человек сам грешит, естественно, он лишается Божьей славы. Но не ты его должен убирать, как Давид. Он не убирал царя Саула, он до последнего бегал от царя Саула. И когда у него была возможность убить царя Саула, он даже край одежды отрезал у царя Саула для того, чтобы потом доказать. Тряся этим краем одежды, он сожалел и говорил, мог бы иметь всю одежду, а имею только край. Он так не говорил, но можно между строк это увидеть. Поэтому, друзья, нам нужно особенное состояние сердца для того, чтобы слышать Слово Божье. И сегодня мы поговорим о том, как нам справляться с гордостью. Потому что гордость так маскируется внутри нас, что мы не всегда ее можем различить, не всегда можем ее опознать. Я хотел бы спросить людей, которые сидят здесь в зале, кто чувствует, что вот гордость, она напирает на него, иногда захватывает его. И, ну вот он, гордый человек. Вот можете поднять руку, кто гордый? Да. Слушайте, да, вот есть. Ну, вы можете сегодня выйти, вот те, кто руку подняли, у вас все нормально, вы уже исправляетесь. А вот кто не поднял, останьтесь, проповедь для вас будет. Потому что гордость не подняла, не дала вам поднять руку. Поэтому сегодня буду проповедовать для вас. Вы знаете, иногда такая безобидная черта, как стеснение, может быть проявлением гордости. Не путайтесь с чувством такта и меры. Есть чувство такта и меры, это совсем другое. Когда стеснение, стеснение, оно не дает человеку показывать его индивидуальность, понимаете. Она не дает ему работать со своим характером, не дает справляться со своими ярко выраженными недостатками. Он не хочет этим заниматься. И он стеснительный, он не хочет показывать, какие у него есть недостатки. Но есть же возможность работать с этим. И он не хочет работать с этим. Вы знаете, ревность, обидчивость, властность, самолюбие. Или наоборот, чувство неполноценности. Все это скрытые формы гордости. Гордость так себя маскирует, что мы порой вообще не можем ее различить. Но не нам кажется, что мы сейчас защищаемся, или наоборот, мы добиваемся справедливости, но на самом деле мы ходим в гордости. Гордыня наша выпирает наружу. И во всем мастер-классе, так или иначе, мы касались царя Новухудоносора. Мы видели, вот в трех главах, три главы мы разобрали, что Бог через разные ситуации, через сны, через ситуацию с Сидрахом, Месахом и Авденагом, когда бросал их в печь, через то, что Даниил толковал этому царю Новухудоносору, показывал, что есть Господь над всем. И ты, царь, ходишь под моим покровом. И ты, царь, не гордись, потому что есть царь царей, которому ты служишь, и Он поставил тебя на эту должность. Даже если ты царь самой могущественной державы на сегодняшний день, есть больше тебя. Есть больше тебя. И знаете что? Когда Бог показывал вот эту ситуацию, мы видим, Новухудоносор падал, ниц даже перед Даниилом и прославлял царя. Он даже выпускал законы и сказал, кто не прославит царя Даниила, того изрубить в куски и дома разрушить до основания. Такие грозные законы, то есть понимая, что надо поклоняться этому Богу, который царствует над всем. Но потом мы видим, время проходило, и царь Новухудоносор опять начинал жить своей жизнью, и вот он уже строит истуканы и заставляет все народы поклоняться истуканам. Я увидел в этом прообраз нашей жизни. Когда нам что-то нужно, когда нас прижмет, мы прям бежим к Богу, мы падаем на колени и говорим, Господь, пощади, помилуй, ответь на наши молитвы. А если Бог еще ответил, мы готовы славить Его и ночью, и днем. Ну, когда жизнь входит в такое обычное русло, где так все течет, и все хорошо, и все прекрасно, ты уже так как бы не очень ищешь Господа. Просто все хорошо, просто все нормально. И потихоньку ты начинаешь строить истуканов из разных сфер своей жизни. С работы можно построить истукана, из хобби, из жены, мужа, из детей. Из всех сфер своей жизни можно построить, пускай не таких 30-метровых, как строил Новухудоносор, ну, небольших, маленьких, карманных истуканчиков, которым ты и начинаешь потихоньку поклоняться. Ну, знаете, что я увидел? Что Бог найдет, как напомнить о себе, когда ты в таком состоянии. Мы видим, что это произошло с царем Новухудоносором, когда он в очередной раз потерял эту мысль, что Бог над всем царь, царей, вдруг Бог дает ему сон. И он, как и в первый раз, призывает всех мудрецов, всех халдеев и просит их разгадать этот сон. Но в отличие от первого раза, когда он не смог им объяснить, что это был за сон, он им рассказывает подробно. И больше всего меня удивило в этом, что Бог ему дал даже причину, по которой в этом сне должны были срубить дерево. Это Даниила 4, 14. Здесь написано, по велениям бодрствующих. Это определено. И по переговору святых назначено. Дабы знали, живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим. Знали, знаете, что Всевышний владычествует над царством человеческим. И дает его кому хочет и поставляет над ним уничиженного между людьми. Вы помните, я не знаю, вы читали книгу Даниилу. Я напомню вам о том, что в этом сне Даниилу приснилось высокое до небес дерево, у которого были прекрасные листья, сказано. Которое было хорошим плодом наполнено. Сказано, что от него, от этого дерева питалась всякая плоть. Сказано, что в тени этого дерева укрывались полевые звери, а в ветвях этого дерева гнездились птицы небесные. И вот голос свыше говорит, чтобы это дерево срубили, но корень оставили, корень не тронули. И царь проснулся, он проснулся взволнованный, он послал за мудрецами, привлек их и спрашивал мудрецам, объясняя им сон, что бы это значило. Но ни один мудрец не смог ответить. И опять он зовет Даниила. Я не знаю, почему он сразу не позвал Даниила, потому что Даниил, он стоял во главе уже всех мудрецов всего царства. Почему отдельно надо было позвать Даниила? Но мне кажется, как я представляю, что Бог в очередной раз возвысил Даниила. А нам показал, что когда нам нужно что-то, чтобы мы не обращались к человеческой мудрости. Потому что когда пришел Даниил, сам царь Новохудоносор сказал, что в тебе, Даниил, Дух Святого Бога. Дух Святого Бога. В тебе, Даниил, Дух Святого Бога. И перед тобой нет ни одной раскрытой тайны. Друзья, в каждом из нас сегодня Дух Святого Бога. Потому что Иисус, там был только в Данииле, а потому что Иисус умер, умолил Отца, и Отец послал Духа Своего, Который сотворил в нас храм, и сегодня проживает в нас. И когда нам нужен ответ, нам не надо обращаться к человеческой мудрости. Нам не надо идти к мудрецам, к волхвам, чародеям, и спрашивать у них, а что же будет. Нам нужно просто обратиться внутрь себя, к тому Святому Духу, Который живет каждый день в нас, и спросить, как мне быть. Друзья, Бог говорит, да не может быть, у всех такой сград, да не может быть. Бог отвечает. Он отвечает, да, нет и подожди. Все очень просто. Да, нет и подожди. Если у тебя нет да, и нет-нет, тогда тебе просто надо подождать. Ну, нетерпение наше, оно так нас стремительно увлекает вперед, что мы забываем услышать ответ от Бога, и цепляемся за любой, за любой нравящийся нам ответ и результат для того, чтобы принять какое-то решение. И порой это решение терпит фиаско. Иногда оно попадает, иногда нет. Поэтому, друзья, Даниил пришел и растолковал сон Новухудоносору. Он сказал, услышав от Новухудоносора этот сон, он сказал, тем большим деревом, которое надо бы насрубить, являешься ты, царь Новухудоносор. Это еще одна причина, почему мудрецы не стали растолковывать Новухудоносору, растолковывать этот сон. Потому что они видели гордого царя. И скажи им это, он бы просто уничтожил бы их, потому что бы ему не понравилось. Но Даниил был смел, как лев, друзья. Даниил не боялся ни царя. Даниил не борялся никого. Мы видим это по всей книге Даниила и будем потом говорить. Потому что он служил всемогущему Богу, который над всем. Он предал свою жизнь в руки этого Господа. И он знал, если Богу нужно избавить его от рук царя, он его избавит. Если нужно Богу избавить его из огненной печи, он его и избавит из огненной печи. Поэтому он был смел. И он говорит, то дерево, царь, это ты. Он даже сказал, вот такой бы сон врагам твоим. Врагам твоим такой бы сон. Я бы не пожелал такого сна. Потому что в этом сне для тебя нерадостная весть, дорогой царь. И мы видим, что Новуходоносор не внял этому совету. Он не внял вот этому толкованию сну. И мы видим, что из Писания в один из дней по прошествии какого-то 12 месяцев сказано, год прошел от этого сна. Знаете, как бывает, вот я увидел, вот когда тебя предупреждают, что у тебя будет проблема, и ты вдруг выходишь, ожидаешь, что из церкви, из кабинета пастора, кто-то был у меня, заметили, у меня дверь вовнутрь открывается. Увидели? Ну, два было, три остальные не были. Это знаете, для чего сделано? Чтобы не выбегали с шальными глазами сразу. Они бегут раз в дверь, раз, и потом успокоятся, я еще успокою, и выходят. Вот иногда ты выбегаешь, когда пастор сказал, не то, что ты слышал, лидер твой, не то, что ты хотел слышать. Ты выбегаешь и ждешь. Сейчас придут суды Божьи, а суды не приходят. Вот нет молнии вот этой сразу. И ты уже так через месяц, через два успокаиваешься, говоришь, что-то сказали неправильное. Вот то же самое состояние было у Нового Худоносора, когда ему сказали, естественно, в начале испуг, потом месяц проходит, два проходит, три проходит, а дерево стоит. Дерево стоит, все нормально. Красота, и все, жизнь так же продолжается, идет в своем руслом. И сказано вот в одних из дней, по истечению 12 месяцев, Нового Худоносора выходит на балкон, смотрит на свое создание, здесь написано Даниилу 4 глава, 26 и 27 стих. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силу моего могущества и в славу моего величия. Послушай, царь, 12 месяцев назад тебе сказали, что это дерево будет срублено, потому что повеление свыше было, потому что царь царей, это Господь, господствующих, и он кому хочет, тому дает. А ты сегодня так говоришь? Ну, знаете, царю Нового Худоносора было чем гордиться. Мы сейчас покажем вам ролик. Это реконструкция по историческим событиям. Просто вот историки, они реконструировали, подождите еще, рано я сказал, мы покажем. Они вот по историческим событиям, по историческим, вернее, раскопки, исторические события, исследования, реконструировали. Вот этот фильм сделали, приближенный, как на их взгляд, конечно, кажется, каким был Вавилон. И вы должны понимать, что речь идет о Вавилоне, который был во времена, в 550 году до нашей эры. То есть за 550 лет до рождения Христа. К примеру, Русь образовалась в 882 году. То есть до образования Руси за 1400 лет, за 1400 лет. Можете представить? 1400 лет. Если Земле взять, ну, как мы говорим, 7000 лет человечеству, 7000 лет, то за 1400 лет вот Вавилон был таким, и Руси еще даже в помине не было. Пожалуйста, включите ролик, я буду комментировать. Вот в период правления Новохудоносора тысячелетний Вавилон превратился в крупнейший город Древнего Востока с населением около 2000, около 200 тысяч человек. А некоторые ученые говорили, что он достигал населения около миллиона человек. Город стал мощным крепостью, окруженный несколькими рядами стен, вы видите. По велению царя было возведено множество новых сооружений. Вот это ворота Иштар с ведущими к ним дорогой процессии. Дорога была вымощена огромными каменными плитами, на нижней стороне каждой из которой высочена надпись. Я Новохудоносор, царь Вавилона, сын Набапаласара, царя Вавилона. Я вымостил каменными плитами Ишаду эту дорогу процессии к храму великого бога Мордука. Господин, даруй нам вечную жизнь. Следующей величественной постройкой были висячие сады Семирамиды. Древний историк Геродот причислил сады к чудесам света, но Худоносор взял жену, медийскую царевну Аметис, которая выросла в гористой и зеленой миде, ныне это Иран. И она тосковала Вавилонию, он построил ей вот такие террасные сады, это были террасы, которые были заасфальтированы, забетонированы, в них была насыпана земля, достаточно для того, чтобы росли деревья. И снизу от реки Ефрат подавалась вода поливальными машинами, механизмы были сделаны. В царь Новохудоносор повелел всем войскам, чтобы они брали деревья из тех территорий, которые завоевывали, привозили, и сажали в этот сад. Другим чудом света был дом основания неба и земли, вот вы видите его справа, или по-другому Библии называют Вавилонская башня. Основание этой Вавилонской башни, она состояла вот из таких некоторых ярусов, было, представьте себя, по периметру, в длину и в ширину 90 метров, высота этой башни тоже достигала 90 метров. Наверху было святилище царя Божества Мордука, которое было сделано из золота и глазированного камня голубого, которые издали были видны. Вот такого величия достигал Вавилон. Люди приходили и просто изумлялись от этого величия. И когда царь вышел и прогуливался, он посмотрел на это, на все, и он сказал, не моя ли рука это все построила, ему было, чем гордиться, друзья, было, чем гордиться, но над ним был тот, который был больше его, который был царь царей. Ведь Даниил давал ему совет, как ему продлить свои дни в мире. Я хочу сегодня зачитать этот совет и чтобы мы воспользовались этим советом. Даниил когда растолковал сон, когда понял его значение, он сказал царю, 4 глава 24 стих, посему царь, Даниила 4 глава 24 стих, посему царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твоей правдою и беззакония твоей милосердием к бедным, вот чем может продлиться мир твой. Вот чем может продлиться мир твой. Даниил дал царю два способа, которым он бы смог разделаться со своей гордостью. Друзья, Бог нас не избавляет, Бог нас смиряет от гордости, но избавляемся или обуздываем свою гордость мы сами. И вот вам два способа, как вы можете разбираться со своей гордостью. Первый, встань на путь истины. Что это значит? Ты должен жить Божьими принципами. Не той правдой, которую сформировал в тебе мир или ты сам из умных книжек начитался, а именно Божьими принципами. Той правдой, которая есть в Божьем Слове. И об этом я сегодня не буду говорить, потому что вы можете посмотреть это в проповеди «Кушайте с Божьего стола». Мы изначально сразу говорили об этом. Но знаете, что я хочу сказать здесь? Каждый раз, послушай меня, каждый раз, когда ты будешь смирять себя и заставлять поступать по Слову Божьему, ты будешь сталкиваться со своей гордыней постоянно. И это будет тренировка для тебя. Ты будешь учиться подчинять свою гордыню Слову Божьему, тому совету, который тебе дает Слово Божьему. И если ты научишься этому, то ты свободно сможешь обуздывать свою гордыню и держать ее в узде. Вот о втором способе мы поговорим более подробно. И он называется «Проявляйте милость через заботу о людях». «Проявляйте милость через заботу о людях». Вы знаете, что гордыня формируется в том случае, когда личность начинает ставить собственные интересы выше потребности других людей. Конечно, каждый из нас заботится о своей жизни, это нормально. Мы в большей степени заботимся о своей жизни. Но вопрос идет о том, когда мы откровенно начинаем потребностями других пренебрегать. Просто не замечать, просто не пренебрегать. Им нам кажется, что вот добрые люди только отвечают на потребности других. Но знаете, добрые люди ничего не отвечают. Отвечают неравнодушные. Не обязательно добрые, даже злодей, если он неравнодушен, он может ответить на потребности других людей. А вот равнодушные люди, они не отвечают. И к равнодушию приводит гордость. Когда у человека создается иллюзия того, что он наделен какими-то особенными особенностями, знаете, и что все вокруг него должны работать на него, что они должны смиряться, они должны ему предоставить свое время, они должны говорить с ним, тратя свое время, потому что он какой-то особенный или наоборот он неспособный и не может, а тебя заставляют это сделать. кто-то должен жертвовать ради них. Они так считают. Такие люди подчас устремлены к тому, чтобы обустроить свое личное пространство, свою личную жизнь. И если они делают какие-то добрые дела, если они делают отвечая на что-то, отвечая на нужды других людей, они это делают лишь для того, чтобы потом самим воспользоваться этим. Чтобы им было хорошо. Знаете, сколько я много консультирую семей, когда приходит муж и жена, и они начинают разговаривать о чем-то, и муж говорит, вот надо бы так, вот я хочу, чтобы она так делала, потому что это же для нее хорошо. Я говорю, подожди, подожди, давай разберемся, для нее ли хорошо? Или может быть ты заставляя ее поступать так, сам получаешь атмосферу, в которой тебе будет комфортно. Скорее всего, ты не о ней заботишься, скорее всего, ты заботишься о себе, потому что те люди, которые приходят в церковь, нигде не служа, начинают учить, как надо и как не надо. Они заботятся не о тех людях, которые сюда в церковь ходят, они заботятся о себе, чтобы им было комфортно в следующий раз, когда они придут сюда. Потому что, когда ты им скажешь, пожалуйста, дорогой друг, сделай так, как надо, они не будут делать. Они знают, как надо, но никогда не делают этого. Это гордые люди, это гордецы. И такое положение дел было в Каринфе, друзья. Каринфинская церковь, недавно образовавшаяся, прошло несколько времени, и вдруг они начинают спорить между собой. Они начинают говорить, я Аполосов, а я Павлов. Они начинают соревноваться теми дарования, которые у них есть. Они делят Аполосы и Павла, которые никогда между собой не имели разделения, а наоборот, дополняли друг друга. Но тем самым они хотели благословиться дарованиями, которые есть в этих людях. Они говорили, я Аполосов, потому что видели, что в Аполосе есть какие-то дарования, и думали, что будут двигаться с этим Аполосом, и они будут иметь какие-то дарования, которые принадлежат к нему. А те говорили, нет, мы Павловы, и думали, что двигаясь с Павлом, они получат благословение, и забывали о том, что благословение дает Бог. Бог дает благословение. И на этой почве у них происходили в церкви разделения, прения, споры. Они разделяли церковь. Как сегодня много этих разделений на территории христианства. А вот этот проповедник, а вот этот союз, а вот эта церковь, тебя Бог поместил туда, куда он считал нужным, и ты должен укореняться в том месте, куда тебя поместил Бог. Он не зря тебя туда поместил. И вот они делят это все, и вдруг Павел, он, видя это все, пишет им послание. 1 Коринфянам, 4 глава, 6-9 стих. Он говорит, «Это, братья, приложил я к себе и ополосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвастаешься? Как будто не получил. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам последним, то есть нам, апостолам, посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для человеков. Павел видит, что верующие в Коринфяне имеют такое разделение, и они задают вопрос, «Друзья, а то, чем вы хвалитесь, не Бог ли вам дал?» Они говорят, «Да, Господь, Господь». А тогда, если Бог вам дал, почему вы хвалитесь этим? Это же не ваше, это же Божье. Бог дал тебе этот талант. Зачем ты хвалишься перед другим им? А дальше он говорит вообще потрясающие вещи. Он говорит, «Вы отделили нас от себя и стали царствовать, а мы, говорит, предназначены Богом на позорище, и вот это позорище переводится как зрелище. И оно имеет значение гладиаторам на гладиаторских боях, которые, выходя на сцену, говорили, «Виват, Цезарь!» Они говорили, «Муритури, Тесалютам!» Они говорили, «Да здравствует, Цезарь!» Идущие на смерть приветствуют тебя! Эти люди, гладиаторы, выходя на арену, понимали, что они должны умереть. Они не претендовали на свою жизнь. Их жизнь, потому что они были рабами, принадлежала тому, кто их выводил на арену. Павел сравнивает и говорит, «Дорогие друзья, мы-то вообще-то Богу принадлежим, вот со всеми нашими дарами и талантами мы выходим на эту арену мира и должны за распространение Евангелия умереть, не имея ничего своего. А вы в этот момент отделили себя от нас и стали царствовать». Он говорит, «Вы залезли на ложе, если кто-то был в Риме, там есть Колизей. И вот самые лучшие ложи это было наверху. Третий этаж, третий или четвертый. Там ставили такие, вот он Колизей, можете посмотреть. Там ставили, вот последние сидячие ряды, это были, это восстановлено, видно, что он восстановлен. Там последние ряды, там ставили, знаете, такие балки, на них натягивали парусину. Делали закрытый стадион. И ты сидишь, солнце тебе не греет, и ты все видишь, царские ложи назывались. И вот он говорит, «Вы вот в эти царские ложи сели под парусин, чтобы солнце вам на голову не грело. И смотрите, как мы на арене Евангелие распространяем, которые должны умереть за Христа. Вы отделили себя от нас и стали царствовать». Вот нечто подобное сегодня происходит в церквях. Есть люди, которые поняли, что они должны умереть за Евангелие. Они приходят и приветствуют своего господина, своего цезаря, которым является Иисус Христос. И идут умирать. Они на позорище перед людьми и перед ангелами. Им не важно, что с их жизнью произойдет, потому что у них есть повеление распространить Евангелие. А есть люди, которые в царских ложах сидят. Кичатся и меряются своим величием. Знаете, вот я сидел там на первом ряду, сейчас я уже, ну, в церкви наоборот, я сидел там сзади, сейчас я уже где-то рядом с пастором там. Он говорит, вот в таком состоянии христианство пребывает в определенный момент, когда мы начинаем кичиться. Знаете, вот царь, Новохудоносор, царь, он говорит, царствовать начинайте. Чем отличается царь? Давайте попрощаемся с нашими зрителями, которые смотрят нас по каналу Вера 24, поаплодируем им и продолжим. Чем отличается... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok